Здравствуйте! Сегодня в программе наши тесты новый Porsche Panamera. Автомобиль, который должен с одной стороны привлечь к легендарному бренду новых клиентов, с другой стороны, который вызовет совершенно неоднозначную реакцию истинных почитателей марки. Вот новая Panamera должна стать такой очередной вершиной для Porsche, которую нужно обязательно покорить. Кстати, ситуация не очень простая и в автопрове мировом в целом, и для компании в частности, но эта машина – это серьезная возможность еще больше прорваться на рынке. Вот только появилось это не в силу какого-то озарения, не от природы, не от души это, а от ума. Потому что Panamera есть стопроцентный продукт маркетинга. Если мы посмотрим на машину спереди, то она, безусловно, идентифицируется как Porsche, причем Porsche классический. Посмотрите на характерные плечи над фарами и вот эту крышку капота, которую ни с чем не перепутаешь. Да и сзади прослеживается узнаваемая тема. Такая вот вздернутая, накачанная, мускулистая корма. Вот хорошее слово – корма. И очень характерная трапеция заднего стекла, которую мы видим абсолютно на всех 911-х купе. Да и сбоку, если мы посмотрим, силуэт автомобиля, в общем-то, узнаваемый с одним небольшим «но». Здесь четыре, вернее даже пять дверей. Собственно, идея построить на агрегатах настоящего спорткара представительную машину с полноценным задним диваном и лишними дверьми пришла человечеству не вчера. И, наверное, одним из первых был Габриэль Вуазен, который параллельно с очень быстрыми самолетами строил не менее быстрые спортивные машины. Именно он добавил пару дверей в свои футуристичные проекты Аэродин С25, 26 и 28. Он обогнал время, так же, как экзотическая фасоль вега «Экселян». 152 экземпляра удалось продать с 1958 по 1964 год. Даже история «Слагон-де-Рапид» – всего 55 экземпляров. Они продавались под лозунгом «самый быстрый» и «самых изысканных». Мазератик «Ватропорта» была успешнее. С 1963 по 1980 годы первое поколение авто нашло 679 владельцев. Из револьта «Фидия» стала более раритетной. 1967 по 1975 годы собрали всего 192 автомобиля. Американские моторы от «Шевроле» и «Форд» разгоняли ее до 225 км в час. Адамаса «Давиль» была еще быстрее – 240 км в час. Но удалось продать всего лишь 244 экземпляра. «Монике» 560 повезло еще меньше. Ее дебют с «Крайслеровской вообразной восьмерки» попал на нефтяной кризис. И до 1975 года собрали всего лишь 33 машины. «Вамборгини» остался в стороне от модного, но провального течения. Модель «Фаэна». Дальше одного экземпляра, построенного в 1977 году, дело не пошло. «Астон Мартин Лагонда». До 1990 года англичане смогли найти лишь 645 оригиналов, купивших эту уродину. Но трудно не пропали даром. Они вылезли в 2005 в конце под названием «Астон Мартин Рапид». Это был уже пятидверный хэтчбэк. А в 1993-м появилась и многообещающая четырехдверная «Бугатки 112», которая, правда, так осталась дизайнерским экзорсисом. Станет ли серийный четырехдверный «Вамборгини» и «Сток» – пока вопрос. А вот серийное производство «Порше Панамера» начинается. Вот только «Порше» тоже шел к этой истории 21 год, с момента появления 989-й. В «Панамере», в отличие от, может быть, той же «Мазерати Куатропорта», все говорит о том, что это по-прежнему спорткар. Причем спорткар, сделанный в лучших традициях легендарной 911-й модели. Однако стоит нам приоткрыть заднюю часть, в надежде найти там шестицилиндровый оппозитник. Как вместо него мы обнаружим довольно емкий багажник в 466 литров. Вот можно ли себе представить, что вот это количество барахла, вот весь наш съемочный скарп, можно уместить в багажник 911-го? Нереально! А сюда все это легко помещается, и наверняка еще и останется место. Удобно? Безусловно! Кто бы спорил! Вопрос в другом. Вот этот самый стопроцентно узнаваемый, неповторимый дизайн 911-го купе, который стал лицом Порше в принципе, был вызван функцией, был вызван компоновкой автомобиля, очень необычной, очень нетрадиционной, с мотором, расположенным аж за задней осью. Но он был стопроцентно функционален. А здесь, мало того, что двигатель впереди, мы обнаруживаем характерную V8, V-образную восьмерку, даже не оппозитник, знакомый нам уже по внедорожнику Порше Каен. Таким образом, фактически, сделав машину похожую на 911-е купе, Порше лишь эксплуатирует собственную харизму, что, в общем-то, не возбраняется. Но, повторимся, этот автомобиль не имеет ничего общего с экстравагантными техническими решениями, заложенными в 911-е купе. Это классический, не повысит его слова, классический, построенный по всем канонам жанра гран-туризму. При этом, по-своему, совершенный. А как ему не быть таковым, если в основе уже проверены узлы и технические решения? В Панамере много электроники и стабилизационной системы, и электронно-управляемая подвеска, но всё это уже опробовано на других поршевских машинах, равно как и роботизированные коробки передач с двумя сцеплениями PDK. И система полного привода, которая будет ставиться на все машины с заключением самой простой Панамер-С шестиступенчатой механики. А моторы взяты от Каена, объёмом 4806 кубиков, мощностью 400 для Панамера-С и 4С и 500 лошадиных сил для Панамера-Турбо. Панамера-С разгоняется до сотни за 5,6 секунды, набирает 285 км в час, а на весе 1170 кг. Панамера-4С чуть медленнее, 282 км в час, за счёт чуть большей массы. 1860 кг. Эту прибавку даёт полный привод, но он позволяет эффективнее разгоняться. Сотню этой версии берёт за 5 секунд. Панамера-Турбо разгоняется до 100 км в час до 4,2 секунды. Максимальная скорость достигает 303 км в час. Это несмотря на то, что весит она 1970 кг. Собственно, эксплуатация узнаваемости, эксплуатация бренда, она не только снаружи, она ещё и внутри. Вот садишься, берёшься за этот руль оптимальной формы, смотришь на эти выстроенные кружочки приборов, протягиваешь ноги при почти вертикальной спине, и ты понимаешь, что сидишь не просто в спорткаре, ты сидишь в настоящем Порше. И в этом смысле ты на 100% идентифицируешь эту машину с легендарным купе. Если бы не ощущение, с одной стороны, знакомого по Порше уюта, а с другой стороны простора. Ведь до соседней двери, до правой не дотянешься. Ширина машины 2 метра. И это уже не та бескомпромиссная адреналиновая железка. Это уже машина совсем иного статуса и рассчитанная на совсем иную аудиторию. И в интерьере в этом подкупают две вещи. Первое. Это свойственное Порше, действительно, качество материалов отделки, помноженное на продуманность каждой детали, каждого элемента. Этот интерьер, вот с моей точки зрения, по-настоящему аристократичен. В нём нет ни грамма китча и вульгарности, которые, увы, свойственны некоторым конкурентам. Впрочем, о конкурентах мы поговорим много позже. И ещё. Обратите внимание вот на эту консоль, которая стоит поверх коробки передач. Общаться с этим автомобилем, весьма прогрессивным, по сути своей, высокотехнологичным продуктом первого десятилетия 21 века, нужно не на привычном для многих автомобиле языке программирования, языке компьютерного интерфейса, каком-нибудь C+, а на обычном языке, которым ты общаешься с очень удобной, комфортной и, может быть, консервативной вещью. Здесь каждая клавиша отвечает за свою определённую функцию. Здесь нет никаких меню и подменю. И в этом смысле дизайнеры Panamera, может быть, пошли против модной нынче тенденции избавления, как говорят специалисты, от визуального шума. Мол, и так очень много всего нас окружает, так нам много что режет глаз. Поэтому количество деталей в салоне автомобиля нужно минимализировать. Нет. Porsche решили по-другому. Но насколько удобно всем этим пользоваться, давайте поговорим уже в движении. Потому что 400 сил под капотом очень хотят, чтобы их поскорее запрягли. Вот выехали на автобан. Начнём мы с прямой, почти прямой, очень гладкой дороги. И есть время для того, чтобы побаловаться кое-какими кнопочками. Итак, первая функция, знакомая нам уже по Bookster S. Это возможность открыть прямоток в выхлопной системе. Смотрите. Вы слышите, как зазвучала машина? Собственно, цветки работают точно так же. Но вот звук, который он издаёт, совсем иной. Такой более агрессивный, плод-бокий. И самое главное, приковывающий внимание. Но человек, покупающий Панамеру, человек уже состоявшийся, никакая внешняя атрибутика, вот этот вот мишура, вот эта вся, лишний шум ему абсолютно не нужен. А поэтому, честно говоря, кажется, что, ну, немножко недооценили они, поршевцы, вводя эту функцию, статус владельца этого автомобиля. И, исходя из этих же соображений, не просто оправдать наличие ещё одной кнопочки, кнопочки принудительного поднятия спойлера. Когда хочется тебе казаться больше, чем ты есть, ну, тогда вот ты задираешь спойлер в пробке где-нибудь на Тверской, ты выглядишь настоящим клоуном, уже без поправок, но владелец Панамеры совсем другой человек. И зачем ему это? Тем более, что спойлер, он может и сам выдвигаться, когда это нужно. Ведь это не просто некий фантик, это не просто красивый атрибут, это ещё рабочий инструмент, который на скорости увеличивает прижимную силу и работает на устойчивость автомобиля. Так вот, спойлер автоматически выдвигается сначала на скорости 90 км в час, а потом, когда ты перевалишь режим в 205 км в час, он ещё больше увеличивает угол атаки. Таким образом, ещё больше, работая на устойчивость автомобиля. То есть, настоящее антикрыло. И если в Панамере С и в Панамере 4С таких режимов два, то в Панамере Турбо таких предустановленных режимов работы спойлера аж четыре штуки. А всё-таки прекрасно, что в Германии всё-таки ещё остались безлимитные автобаны, где можно тапку в пол и сколько можешь. Вот здесь ты понимаешь принципиальную разницу Порше Панамера и Порше 911. Потому что, ну при всём уважении к истым ценителям немецкого бренда, к традициям знаменитой марки, на большой скорости обычный Порше, вот 911, очень нервный. А всё почему? Потому что передние колёса хоть и хоть разгружаются. И, честно говоря, после 220-240 чувствуешь себя в этой кипитке очень некомфортно. И вот смотрите, вот в зеркале сейчас у меня настоящий турбик. И он остаётся сзади. А мы идём вперёд и выходим на те самые заявленные почти 300 км в час. И при этом машина остаётся абсолютно стабильной. И вот здесь чувствуется и длинная база, и совсем другая развесовка. И право дело действительно. Здесь комфортнее не только тем, кто сидит сзади, но и тем, кто сидит впереди. В том числе и за рулём. А вот на малой скорости и в поворотах, по всей видимости, больше кайфа можно поймать всё-таки за рулём обычного 911. Говорю обычного, в смысле привычного. И вот навигация нас упорно сейчас хочет свести с автобана в сторону на извилистые дорожки. И мы туда обязательно поедем для того, чтобы либо убедиться в том, что я сейчас сказал, либо опровергнуть самих себя. Ну а что у нас получилось, вы узнаете во второй части нашего теста. Субтитры сделал DimaTorzok